Чем декларация спортсменов лучше декларации мастеров маникюра? Я переживаю за свой самбо. Кого из российских спортсменов ты в чем-то переубедил? Ты не представляешь, насколько они тупые. При Лукашенко в силовых органах Беларуси есть порядочные и достойные люди. Сейчас возьми, к примеру, Федор Емельяненко. На мой взгляд, это провал. Борьба еще не закончена. Что Путин перестанет обстреливать Украину? Для этого и нужно полностью забанить весь спорт. Партнер выпуска – мой откровенно вдохновенный телеграм-канал. Это медийная колымага, нагружена ядовитым, но при этом живительным контентом. Запрыгивай в телегу грандмастера прямо сейчас. Привет, господа! Вы смотрите «Боевые ботаники». Когда-то на моем канале выходило шоу «Дичь». И там я, в частности, рассказывал, что в Беларуси спортсмены оказались совсем не такие, как в России. Многие из них открыто выступили на протестах в 2020 году. И одним из таких видных деятелей антилукашенковского движения стал Степан Попов. Заслуженный мастер спорта Беларуси по самбо, чемпион мира и Европы. Сегодня Степан продвигает еще одну инициативу, связанную в этот раз с войной, которую развязала Россия в Украине. Итак, разговор со Степаном Поповым. Степан, ты сейчас находишься где? Я сейчас нахожусь в Польше. Почему? Потому что, когда я был во Львове, я понял, что там я сильно не могу быть полезным. И поехал в Польшу, где я могу быть более полезным. Как ты считаешь, сегодня, в 2022 году, правильно сказать, что белорусский протест провалился? Борьба еще не закончена. Еще полуфинал и финальный поединок будет. Слушай, но со стороны кажется, что закончено. Да нет, совсем не закончено. Потому что сейчас работают репрессии, и они с каждым днем усиливаются. Репрессии они не могут остановиться. И когда страх не работает, они усиливаются, усиливаются, пока не дойдут до определенного момента, когда это все не выдержит. Потому что власть, режим пока держатся только вот на репрессиях и насилии. Ты знаком с Алексеем Кудиным? Да. Я несколько раз его в своих выпусках рассказывал его историю, и все время ситуация менялась. То есть, грубо говоря, когда он попадал в лапы белорусских словиков, он всегда открещивался от того, что он был позиционер и так далее. Потом, когда он уже был в российском СИЗО, я писал ему письмо. Он мне там ответил, что, мол, Жень, ну, ты же понимаешь, это был финт-обманк и так далее. Кудин поблагодарил за поддержку, передал всем вам, моим зрителям, большой привет и пожелал крепости духа. Сейчас он сидит, и после суда, я так понимаю, он тоже произнес речь, сказал, что, в общем-то, он никогда не выступал против режима, все это ошибки и так далее. Понятно, что мы не можем требовать никакого там героизма от человека, который находится в застенках буквально, но нет ли ощущения, что он может стать вторым Протасевичем? Нет ощущения. Я думаю, что это был такой договор, как и первый раз, когда его попросили записать видео, о котором он рассказывал, чтобы призвать не выходить людей на протесты. Он это сделал, и его туда отпустили домой, условно, там, домашнее это заключение. И сейчас было то же самое. Судя по нашим законам, которые сейчас напридумывали, ему бы могло грозить там 12-15 лет, что угодно. Ему дали маленький срок, относительно маленький. И я его тут полностью поддерживаю, не надо строить из себя героя, потому что ничего это не даст. Что тебе скажут 12, кто знает, как долго будет борьба продолжаться, может, все 12 лет и придется посидеть. А у него дети и жена, и нужно побыстрее возвращаться к ним. Мы с тобой, когда договаривались об интервью, ты предложил с идеей прочего обсудить незрелость и инфантилизм некоторых украинских спортсменов. О чем идет речь? Как бы Украина – это страна еще. Там постсоветского влияния к демократии не стремилась, президенты не менялись, но все равно хватает людей, спортсменов в том числе, которых сейчас в приоритете их личное выступление, их спорт, участие в соревнованиях, чем война и смерть своих же сыграждан. Что конкретно или кого ты имеешь в виду? Будет сказано в определенном виде спорта, что готовьтесь к соревнованию, но там могут участвовать российские спортсмены. И задаешь вопрос, а вы поедете туда, бороться или нет? Они скажут, ну, как скажет начальство, как скажет руководство. То есть ты считаешь, что украинские спортсмены должны отказываться от участия в соревнованиях, где выступают россияне? Я думаю, что они первым делом должны сделать все возможное, чтобы россияне не участвовали, чтобы они могли выступать. Сейчас спортсмены, которые поддерживают войну, это уже не спортсмены. А потом, если все-таки так получается, что российские спортсмены участвуют, то я считаю, что нужно отказываться принципиально и призывать отказываться других от участия в этих соревнованиях. Это касается только России? Или, например, спортсмены всего мира должна отказываться от выступления в соревнованиях, где участвуют белорусские спортсмены? Потому что у них тоже, ну, мягко скажем, не самый приятный режим. И, ну, это тоже санкции в отношении Беларуси и Лукашенко. Да, я считаю, что в идеале было бы, чтобы все отказывались. И если это будет полностью закрыта, возможность выступания, то как раз-таки нужно делать инструмент по допуску тех спортсменов, которых все-таки хватает. Как бы не говорили, что все поддерживают войну, белорусские и русские спортсмены. И хватает спортсменов, которые против. Многие, как касаемо белорусов, которые пострадали в 2020 году, с большой болью, проблемами ехали на соревнования, на Олимпийские игры. А сейчас, получается, у них из-за этого же режима, против которого они выступили в 2020 году, у них опять нет возможности выступать. Поэтому нужно делать что-то, чтобы таких спортсменов все-таки допускали. Но для начала нужно сделать санкции, которые не позволят выступать всем полностью. А потом какой-то инструмент, который будет допускать тех, кто... Так, мне кажется, инструмент это довольно простой. Ты приезжаешь в другую страну, и под флагом другой страны выступаешь. В чем проблема? Это очень сложный процесс. Для этого нужно... Юридически, да, это сложно. Карантин, да. У нас есть девочка тоже из Белоруссии, которая выступила, и даже две. И они не могут сейчас даже принять участие в этом очканате больше. Фонд спортивной солидарности белорусский и сейчас пытаются что-то сделать, как-то повлиять. Ну, пока этого мало. Только в целом международное спортивное сообщество может выработать какой-то инструмент. И сейчас, ну, стараемся как-то тоже повлиять, подсказать, помочь, чтобы этот инструмент был выработан, чтобы спортсмены не страдали. Ну, смотри, сейчас, мне кажется, зрители скажут, да блин, а реально до спортсменов ли сейчас? Почему нужно нам озаботиться нуждами спортсменов? Вообще, когда какая-то проблема в государстве, первым делом страдают спорт и культура. Но, как получилось, по примеру 2020 года, я тебе расскажу, что спортсмены очень больно ударили по белорусскому режиму. И сам режим был в шоке, почему это спортсмены высказываются. Те, кого мы кормим с руки, как говорил Лукашенко, я к левой грудью скормил этих спортсменов, они стали высказываться, выступать против, что-то им еще не нравится. И больших успехов добили спортсмены. Сейчас возьми, к примеру, российских спортсменов известных, как уже, допустим, Федора Емельяненко, если он сделает какое-то заявление, то он очень много может изменить. Спортсмены – это такие послы мира международные, которых все знают. Если Федор Емельяненко сделает какое-то заявление, то все мы представляем на 99% какое-то будет заявление, потому что позиция Емельяненко и по Украине, и по Крыму, и по всему, она прекрасно известна. Это ни для кого не секрет. Мне кажется, здесь напрасно питать какие-то иллюзии. Ну, нужно их поставить в такие рамки, чтобы они понимали, что им придется рано или поздно высказаться. Ты известен как сторонник позиции, что надо со всеми разговаривать и надо пытаться переубеждать идеологических оппонентов. Почему ты считаешь, что это не Сизифов труд? Потому что многие были, в том числе и я еще до 20-го года, очень сильно увлечены спортом, и у них было все хорошо. Зарплата, премии, здоровье, перспективы. И не обращал на это внимания, пока лично тебя не коснулось. Тебя коснулось, я так понимаю, когда твой брат попал на Крестина, да, в эти пыточные условия? Ну, еще раньше, когда я начал просто следить за конкретным беспределом и несправедливостью, который происходил еще до выборной кампании, ареста Божия Сергея Тихановского и провокация на него, фабрикованного дела, это просто заставило меня интересоваться новостями. Ну, так тебя же никто не переубеждал. Тебе же хватило там собственного разума, чтобы увидеть, что происходит. Да. Человека сложно переубедить, пока он сам не начнет думать, смотреть, анализировать. Ну, смотри, например, если ты считаешь, что это не бесполезно, кого из российских спортсменов ты в чем-то переубедил? Я знаю, что ты со многими там общаешься лично, там, в директе и так далее. Многих людей мне удалось не переубедить, а заставить разбираться, как бы призвать к тому, что они реально стали читать историю, стали смотреть другие альтернативные источники. Даже два человека сделали у себя пост о том, что на самом деле, что они поддерживают. А кто эти люди? Ну, я не буду называть сейчас, это с каждым днем все опаснее и опаснее. Так они посты удалили, что ли, свои? Ну, это был директ, там, один день побыл и удалился. Есть спортсмены, да, которые вот я просто с ними общаюсь и говорю, ну, у вас капец, какие они ватники, как они вообще тупые какие. Говорю, просто как так можно? Говорит, все, есть факты. Еще ты, Степа, ты не представляешь, насколько они тупые. Вот такие слова. Ну, вот один из моих друзей, спортсменов. И факт в том, что он не может сам сейчас высказаться, потому что он поймет, что его разорвут свои. И от других своих ребят знаю, которым тоже звонили, наши общие знакомые. И прямо с такими словами ты просто не представляешь, что творится. Какая жесть. Друзья, сейчас мы вернемся к разговору со Степаном. А пока я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает канал Боевые Ботаники. Хочу напомнить, что сегодня наше существование и выпуск контента зависит в первую очередь именно от вас. От ваших подписок на Бусти и на Патреон. Бусти, соответственно, для обладателей рублевых карт, Патреон для счастливых обладателей зарубежных банковских карт в валюте. Если вы думаете, что у нас уже куча подписчиков на Бусти и на Патреоне, и можно, в общем-то, остаться в стороне, то, друзья мои, это не так. К сожалению, подписчиков на Бусти и на Патреоне пока в сумме меньше 100 человек. Поэтому ваш вклад, конечно же, будет очень ценен. Конечно, я очень благодарен и всем тем, кто перечисляет разовые донаты в долларах, в евро, в рублях, в криптовалюте. Но еще раз повторю, стабильное существование канала, возможность планировать нашу работу обеспечивает именно подписки на Бусти и на Патреоне. Если мой контент вам нравится, если он вас воудушевляет, вдохновляет, может быть, пробуждает веру в человечество, хотя от излишней веры в человечество я бы вас все-таки предостерег, пожалуйста, поддержите нас. Переходите по ссылке в описании и вы найдете все способы, как задонатить канал Боевые Ботаники. Спасибо. А мы возвращаемся к Степану Попову. Давай разберемся в мотивах. Пытался их понять в разговоре с Артемом Левиным, например. Есть три, как минимум три варианта. Первое, как Топсер сказал, и третье, они извлекают выгоду. Ну, то есть, они, грубо говоря, корыстолюбивы. Причем эта корысть может выражаться как в материальном вспомоществлении, так и в административном там будущей политической карьере и так далее. Так все-таки, что главное? Страх, корысть или тупость? Я думаю, все вместе у кого-то, что чего-то больше, у кого-то что-то меньше. Прекрасное сочетание, когда это все вместе. Да. Мы имеем перед собой тупых, трусливых, корыстолюбивых персонажей. И зачем тратить свои ресурсы, свои силы на том, чтобы их в чем-то переубеждать? Ведь это уже, ну, как бы, отработанный материал, разве нет? Ну, первым делом для меня было интересно самоуправление, что у них в голове, их мысли. Я создал там телеграм-канал, где я делился своим мнением, анализировал, потому что у всех у них схожие были, да, подходы, и как бы давал ответ на все эти вопросы. Ну, я бы не назвал, что прям так тупые, да, потому что они не способны мыслить. Они способны мыслить, просто они не хотят этого делать. Им пока это не нужно. Для этого и нужен вот этот вот запрет от спорта, чтобы, приведу пример, касаемо борьбы, да, ты олимпийский чемпион в Озер Европы, тебя все знают, но когда ты будешь бороться только с белорусами, будешь чемпион Беларуси, чемпион России, чемпион Кубка Союзного Государства, то ты быстро поймешь, что ты не такой уж и великий, не такой уважаемый человек, и тебе придется стать великим, как-то высказаться, чтобы вернуть тебе ту возможность опять стать олимпийским чемпионом. Слушай, ну ты выставил такую очень сложную, далекую логическую цепочку, я думаю, они не способны на это, чтобы так вот так все проанализировать и заглянуть вперед. Пора разбираться, я думаю, что уже каждый там это все понимает, придется думать, придется отвечать за это. Да, отвечать придется в любом случае. Первое, то, что ты сказал, придется отвечать, а если они выскажутся, им придется отвечать прямо сейчас. У них нет выхода уже, я не хочу их оправдывать, но я к тому, что это все бесполезно. Спортсмены, они очень много могут, они просто пока не понимают, что они могут и на что они способны. Почему? Вот я не понимаю, почему ты считаешь, что голоса спортсменов что-то решают? Чем декларация спортсменов лучше декларации мастеров маникюра, там, охранников, таксистов и так далее? Для кого, блин, спортсмены лидеры мнений? Ну вот серьезно. Спортсменов знают все, даже докторов, профессоров, только в узком кругу. Ольгу Бузову тоже знают все. Кого интересуют ее политические воззрения, на кого она влияет? Ольга Бузова тоже влияет, если она еще что-то высказывается, но спортсмены, в первую очередь, для многих людей ассоциируются с личностями, с силой характера, с мужеством и качествами, совсем не присущими Ольге Бузовой. Степан, вот не знаю, может быть, в Беларуси до сих пор так еще происходит, в России уже все адекватные, вменяемые люди понимают, что спортсмены это самые трусливые, подобострастные и продажные персонажи, которые только могут быть. А те люди, которые так не считают, ну они безнадежны. Тут, мне кажется, замкнутый круг и как бы абсолютно бесполезная деятельность, бесполезная надежда на российских спортсменов. Все тщетно. Они не будут высказываться, пока их не вынудить это делать. Будет какой-то запрет Олимпиады, возможно, скоро для участия российских и белорусских спортсменов. Да плевать всем Олимпиадам, проведут они свои, и там закроются в себе. Но это же все уже было в истории. У всех уже абсолютно оборонное сознание. Все против нас. Да мы устроим у себя лучше и нафиг нам нужны эти Олимпийские игры и чемпионаты мира. В то время они понимают, еще раз, что устроим у себя лучше, это союзное государство, быть чемпионом его или быть чемпионом Европы и мира Олимпийских игр. Это очень важно. Мне кажется, твои воззрения наивными и прекраснодушными. И я сейчас приведу довод, пример. Вот одна из цитат твоих в интервью. А еще у меня большое разочарование по отношению к легендам российского спорта. Например, к Карелину, который несет чушь. Для таких людей похвала от государства куда важнее человеческой репутации. Да, Карелин останется в памяти многих как легенда борьбы, легенда спорта, но уверен, ни один мотивационный ролик с его участием уже не зайдет. Вот, Степан, я не знаю, для кого кроме тебя Карелин легенда спорта, потому что для всех вменяемых людей это криминально-бюрократический подонок с многолетним стажем. Голосовал и за антисиротский закон, и за пенсионную реформу, а также за все репрессивные и самые одиозные законопроекты. Какая, ну вот правда, ты до сих пор считал, что Карелин это авторитет для нормальных людей? Как спортсмен, он авторитет, он человек, на которого многие равнялись, который добился большого результата. Несколько десятков лет ни у кого нет иллюзий по поводу Карелина. Ну о чем ты? Я понимаю, что у тебя очень странное представление о российских спортсменах. И ты, если ты надеялся на такого персонажа, как Карелин, ну блин, ну о чем можно говорить? Я на Карелина не надеялся после того, как... На Федора Емельяненко надеешься до сих пор. Ну как? Надеюсь, что умирает последний. От таких титанов сдвинуть могут титаны чуть поменьше, когда прижмет. Ну вот насчет титанов я как раз готов еще, может быть, хоть как-то согласиться, что несмотря на то, что, конечно же, мнение спортсменов для нормальных людей ничего не стоит, но тем не менее есть там несколько весомых инфлюенсеров, которые уже вышли за рамки спорта, да, это как представители массовой культуры, это как поп-звезды. Ну не знаю, тот же самый там Хабиб Нурмагомедов, там Александр Овечкин, там не знаю, сборная России по футболу, но что касается Хабиба Овечкина, мы все знаем, что они как раз на стороне Путина, и ничто, и никогда их оттуда не сдвинет. А какие-то мелкие там вольники, самбисты, боксеры уровня города или области, да их мнение вообще ни на кого не влияет, кроме их там родителей, собаки и любовницы. Ну как бы зачем? То есть кругом твоя деятельность, поубеждя всех спортсменов, как ни крути, с любой стороны она бессмысленна. Смотри, на примере белорусов тебе скажу, что титаны, титаны молчат. Домрачева и другие спортсмены, которых знают в России. Домрачева это биатлонистка, да? Да, да, видишь, даже ты знаешь и многие другие. Титаны молчат и молчали, и до сих пор молчат, но высказались такие, да, там Александра Герасименина, двукратный призер к Олимпиаде, еще ребята, совсем не титаны спорта, да, и не лидеры, но двинули настолько сильно и настолько мощно, что зашаталось все. Ты знаешь, какие последствия были после вот этих всех движений? Лукашенко Александр Григорьевич был президентом НОКа. Национальный Олимпийский комитет Беларуси. Да, он был вынужден оставить эту должность и поставить на нее своего сына Виктора. Но МОК не признал и Виктора, потому что было столько репрессий, зафиксированных на спортсменов и были отправлены жалобы, куча жалоб и фиксации этого. Плюс был отменен Чемпионат мира по хоккею, который должен проходить был в Минске, еще много стартов. И уже НОК шатался на последнем вздохе, чтобы полностью его не забанили. Который еще... Отменили Чемпионат мира по хоккею в Минске. Что после этого? Лукашенко распахнул двери тюрем и все вышли на свободу. Что изменилось-то, кроме того, что, ну, блин, перенесли в другое место Чемпионат мира по хоккею. Лукашенко лишился спортивного состязания. Что кардинально изменилось от того, что, грубо говоря, сегодня несколько российских спортсменов, известных узкому кругу любителей единоборств или других видов спорта, что-то там подпишут, что Путин перестанет обстреливать Украину. Ну, с херали, что называется. Как это работает? Какая связь? Ну, касаемо Чемпионата мира по хоккею, там другая ситуация была. Там репрессии бы просто настолько жестко зажались бы, если бы он проводился у нас. Было бы намного больше жертв заключенных. Но это была любимая игрушка Лукашенко хоккей, в которой он играет, которую закрыли. Спорт для Путина тоже определенная игрушка, в частности дюдо. Сейчас турнир, который провели в Анбаторе, благодаря его связям с Монголией и с президентом Международной Федерации дюдо, это тоже был такой показательный пример наглости. Мы хотим, мы и проводим. В том же самбо сейчас было сделано заявление, что никто не против, что Россия будет участвовать на всех стартах, и мы поедем туда, куда я захотел. Это показательный такой вот плевок всему миру и той же Украине. Смотри, я считаю, что дисквалификация спортсменов страны агрессии и отказ проводить в этих странах с участием этих стран международных соревнований, это, безусловно, делать нужно. Но это не приведет ни к остановке войны, ни еще к чему-то. Это просто необходимая минимальная мера. Знаешь, какая гигиеническая мера. Это, грубо говоря, от того, что ты чистишь зубы каждый день, это не значит, что ты будешь влюблять в себя всех девушек на улице. Это как бы недостаточно этого. Но это необходимо. Просто чистить зубы нужно каждый день. Так и здесь. Отказ от проведения спортивных соревнований в России и запрет на участие белорусским и российским спортсменам, это просто необходимо. Но это ни к чему дальше не приведет. Дальше к чему-то приведет, не знаю, отказ закупать российский газ и поставки хаймарсов там в Украине. Вот это реально приведет. А все остальное, ну это какая-то, извини меня, ну блошиная возня. Я считаю, что приведет то же, что было в Беларуси в 2020 году, когда случится в России. Когда начнет со всех щелей, со всех дыр вот этот вот бунт, негодование вылазить. В том числе и спорт может на это повлиять. Существует антивоенная декларация членов Олимпийского движения международной спортивной семьи. Ее предлагается, соответственно, подписывать спортсменам всего мира. Ну и декларация призывает остановить войну и наказать всех виновных провести международное расследование. Ну если упрощать, цель этой декларации, как ты ее видишь? Во-первых, декларация это единое слово спортсменов всего мира. Потому что многие высказывали, сделали посты, но много осталось незамеченным. Когда все фиксируется в декларации, которая имеет верификацию личности, там левого никого не добавится, то это будет идти как определенный голос спортсменов единый. Плюс при наборе веса она может стать инструментом. Инструментом, допустим, как минимум для ВАД и показать, что смотрите, все украинские спортсмены против войны и считают Путина виновником, а Лукашенко соучастником. Плюс это для олимпийского движения как бы инструмент того, что все спортсмены против войны. И в дальнейшем она может быть инструментом по допуску тех спортсменов из Беларуси и России, которые все-таки не поддерживают войну. И, как ты говорил, уехать в чужую страну, чтобы была возможность уехать в чужую страну и выступать там в кратчайшие сроки какие-то. Жизнь спортсмена коротка и растягивать что-то надолго сложно. Мы боремся не за задатком, чтобы весь спорт забанить, уничтожить. Это государство наше и чиновники спортивные сейчас делают все для того, чтобы спорт уничтожить. А мы хотим его спасти. В той же России я переживаю за свое самбо. Я знаю, что если сейчас Россия в наглую будет пытаться ехать, я здесь в Европе с очень многими общался, они, конечно же, против войны. И они не знают, как ехать туда, где будет участвовать Россия. Их свои же страны, свое же руководство чиновники не поймут, не отпустят. Они проведут какой-то левый чемпионат мира с пяти странами, сделают кучу новостей, громких заявлений, но сам бы умрет. Зачем в этой декларации украинцы? Мне кажется, что представители страны, на которые напали, ну, как бы подразумеваются по умолчанию, что они против войны. А какой в этом смысл? Если бы там была куча россиян, это понятно. Что дает там много фамилий украинцев? Многие, как бы, могут участвовать здесь, спортсмены из России будут, понимаешь? А так, ну, как бы четкая позиция. Господа, внимание, апдейт. Уже после записи этого выпуска Степан Попов прислал мне сообщение в Телеграме, из которого становится более понятным ответ на мой вопрос, зачем украинцам подписывать антивоенную декларацию. И так, вот что написал мне Степан. Мы, кстати, общаемся в группе активных спортсменов, и многие украинские спортсмены помалкивают, не спешат делать заявления. Боятся, что, а вдруг русский мир победит? Вот как раз-таки и причина, чтобы все украинские спортсмены подписывали декларацию. Это и будет их четкая позиция. Ну что ж, спасибо Степану за уточнение. Теперь ситуация стала мне более понятной, и я услышал ответ на свой вопрос. Хотя, конечно, об украинских спортсменах я был гораздо более высокого мнения. Где Усик и Ломаченко? Усик подпишет, Ломаченко подпишет, я уверен. Сейчас декларация уже будет на уровне Рады, уровне Министерства спорта, там, рассматривается со дня на день. Потому что Усик сейчас готовится к бою. Все спортсмены будут, я в этом уверен. Разве что-то мешает подписать декларацию, когда ты готовишься к бою? Это вопрос, там, пяти минут. На сегодняшний день там 42 чемпионных призеров Олимпийских игр, да? Не было столько. Они начали недавно появляться, потому что первые месяцы войны было полностью, ты попробуй написать какому-то Украину, тебе портет нахер. Даже я там писал, меня, допустим, посылали нахер. И, как бы, казалось бы, и декларация ваша, что-то поздно, что-то поздно вы осуждаете войну, она не для того, чтобы там осудить войну и сказать, что мы осуждаем. Она только набирает свой оборот и усик, и другие спортсмены, которые тяжеловесы, украинские, они ее подпишут. Для чего нужен VPN? Ну, вообще, изначально для защиты своих данных, например, при подключении к публичному Wi-Fi. Но если вы живете в России, то VPN необходим для преодоления цензуры и, соответственно, свободного доступа к информации. Я постоянно пользуюсь VPN последние 5-6 лет, и за это время протестировал почти все популярные и авторитетные сервисы. И остановился на ExpressVPN, потому что для меня важны два ключевых преимущества безопасность и скорость. Откуда берется безопасность, конфиденциальность и анонимность? Не буду терзать вас всеми техническими подробностями. Важно, что ExpressVPN использует первоклассное шифрование и не ведет логи, то есть не записывает ваши действия в сети. Для меня еще дополнительным фактором надежности ExpressVPN послужила рекомендация общественного проекта Роскомсвобода. Теперь о скорости интернета. Использование любого VPN ее замедляет, но с ExpressVPN я не чувствую разницы. Спокойно смотрю видео на Ютубе, Нетфликсе и других стримингах. ExpressVPN это неограниченная пропускная способность. Если вы хотите поставить VPN своим пожилым родителям или юным детям, то тут тоже все хорошо. ExpressVPN очень понятный и простой в использовании. С одного аккаунта ExpressVPN будет одновременно работать на пяти устройствах. Причем есть лайфхак. ExpressVPN можно установить и на роутер. Тогда в домашней сети все ваши девайсы подключатся к VPN, а роутер при этом будет считаться как одно устройство. Для зрителей боевых ботаников есть бонус. При переходе по моей ссылке и оплате годового тарифа вам прочитаются еще три бесплатных месяца. А если вас что-то не устроит, то в течение первых 30 дней после покупки вам гарантированно вернут деньги. ExpressVPN получится приобрести даже если у вас нет зарубежных банковских карт, PayPal или биткоинов, потому что оплата возможна и через Киви. Всем советую поставить удобный, надежный, проверенный, быстрый и безопасный ExpressVPN. Причем с бонусными тремя месяцами. Переходите по ссылке в описании. Скажи, пожалуйста, как проходят переговоры с спортсменами, кто их ведет, кто их убеждает подписать эту декларацию, как это все технически происходит? Изначально это было в ручном режиме, ты пишешь, допустим, я пишу всем самбистам, рассказываю, для чего это нужно, скидываю ссылку, они там либо репостят, либо другим спрашивают в таком ручном режиме. Потом она как-то уже набирает обороты сама по себе. Изначально было тяжело, потому что мы, во-первых, белорусы, сделали такую декларацию. А белорусы страна агрессора для многих воспринимается. Это не петиция, которая change.org, нажми кнопочку, подпиши, собери там 100 тысяч подписей, которая ничего никогда не давала. А это декларация, которая, во-первых, позволяет нам, белорусам, общаться с украинскими спортсменами и показывать, что куча белорусов против войны. Если посмотреть инстаграмы, посмотреть, что происходит в Беларуси, они скажут, так все белорусы за войну. Никто не написал нам, никто не поддержал, никто ничего не сделал. Я согласен, что декларация нужна для того, чтобы показать, что спортсмены из стран-агрессоров из России и Беларуси, много их не поддерживают войну. С этой точки зрения это была бы нормальная цель, да, согласен. Но там подавляющее большинство подписей украинцев, они там как бы и так по умолчанию должны быть. Белорусы тоже есть. Россиян четыре, четыре россиянина в списке. Собственно, ради того, чтобы там было много россиян, мне кажется, во многом эта декларация задумалась. Четыре россиянина, один из которых там Артем Левин нам известный и трое оставшихся, я тоже думаю, сейчас не живут в России. Ну, на мой взгляд, это провал. Сейчас и белорусов много, которые боятся подписать. Ты понимаешь, если ты подпишешь декларацию, тебе могут дать сразу как минимум 15. Понимаю, поэтому я не понимаю ее смысла. Мне кажется, она тоже бессмысленная затея. Но многие подписали, находясь в Беларуси, и еще подпишут. И многие просто спортсмены, они как бы и молчат, и пока не подписывают, пока она не стала каким-то инструментом. Она набирает обороты на международном уровне тоже очень хорошо. Play the Game of Art, международная спортивная конференция, и наш Беларусский фонд солидарности там получил главную награду, потому что декларация, она очень зашла на международную арену. Про международную арену. Мне кажется, что, безусловно, не очень сложно побудить международных звезд спорта подписать эту декларацию. Почему? Ну, потому что, как я уже говорил, там звезды спорта, это как звезды массовой культуры, это как поп-звезды. И, грубо говоря, поп-звезда каждый день подписывает очень много таких бумажек, петиций, выступая, значит, с пламенными речами «Спасите природу Австралии от пожаров», «Спасите Украину от России», «Спасите голодающих детей в Африке» и так далее. Для них это все в проброс, в потоке и так далее. Особой ценности от того, что международные звезды это подпишут, нет никакого. Ценность будет только в том, что если будут подписывать белорусы, окей, но для нас, в первую очередь, россияне, чтобы это подписали. Если россияне не подписывают, ну, как бы, ну, шик. Россияне будут подписывать в конце, а международные звезды нужны для того, чтобы декларация имела красивую обложку. Правда, Месси будет очень круто, потому что я очень надеюсь, что эта декларация войдет в историю как какой-то инструмент, который повлиял на спасение многих жизней, остановку какой-то там призыва спортсменов действовать в остановке войны. И идет ее лозунг «Спорт против войны», «Спорт за мир». На мой взгляд, это можно написать там «Стоматология против войны», не знаю, «Фотографы против войны». Почему спорт? Ну, просто потому, что ты спортсмен и люди, которые называют спортсменами, ну, это же по большому счету, ты сказал, что это не то же самое, что какие-то петиции. Да, действительно, у нас были в России какие-то отраслевые профессиональные петиции, да, там, ассоциации, вот буквально разных профессий подписывали такие бумаги. Но что это дает? Писатели против войны, шахматисты против, шахматисты тоже спортсмены, там еще кто-то. Ну, и самое, что страшное, что только там, не знаю, крошечной долей процента от всех участников этих профессиональных сообществ подписывают вот эти бумаги, декларации, петиции и так далее. Мне кажется, это такая имитация деятельности. Для чего вообще изначально был придуман спорт? Спорт придуман был для того, чтобы не было войны, что показывается, что все свои эмоции, негодование, ты выясняешь на соревнованиях. Поэтому и изначально вот это все движение было. Потом начинает влазить в спорт всякая грязь, типа допингов, а сейчас влезла в спорт грязь, это война. И Россия как одна из самых больших держав, на которую смотрят все, и у которой очень много спортсменов, сильных во всех видах спорта. И пошла вот эта вот поддержка войны сильными спортсменами. Я понял, Степан, смотри, ну вот как ты себе это видишь? Международный Олимпийский комитет, другие международные спортивные федерации, организации и так далее, окей, они взяли и исключили россиян из всех своих соревнований, состязаний. Они продолжают жить дальше, они огородили этот чумной барак и продолжают соревноваться дальше. Окей, в России куча, там, не знаю, сотни тысяч спортсменов разных уровней, такие, а, нам негде соревноваться, мы остаемся в самом этом мерке. Что делать? О, это же из-за войны. И они берут, значит, свои шестые, клюшки, боксерские перчатки и идут брать штурмом Кремль. Вот как это должно привести к тому, что война остановится? Оно потихонечку снизу начинается. Понимаешь, когда ты в своем залчике, да, сидишь и понимаешь, а на херамы тренируемся. Мне тоже много спишут самбистов и других спортсменов. А что будет самбо? Что опять упадет на этот советский уровень, да, когда мы друг с другом боремся? Это все уже почувствовали вкус международных стартов, ощущение от медали, там, чемпионата мира на своей шее. Это начнется колебание там, с одного зала маленького. Не начнутся, Степан. Если это происходит резко, в одночасье, внезапно, да, а когда это потихоньку, почему сейчас, знаешь, раздаются голоса, что вот мол, что же экономисты предрекали два месяца назад, что через два месяца все крякнет и рухнет. А смотри-ка, ничего не рухнуло. На самом деле рушится, постепенно действительно рушится экономика. Но тут и ведь все самое неприятное в том, что она рушится постепенно. А когда лягушка закипает постепенно, она к этому привыкает, и она уже не выпрыгивает из кастрюли. И люди постепенно привыкнут. И будет там, не знаю, как в Иране. Все, не будет никаких бунтов. Ну, опять, это сугубо мое естественно оценочное осуждение, мое мнение. С тобой я согласен, что постепенно человек ко всему привыкает. И сейчас спортсмены белорусские и российские ждут, что они всегда будут выступать, что сейчас все закончится, все решится без нас, нам надо сидеть. Для этого и нужно полностью забанить весь спорт, чтобы они понимали, что у них не будет шанса допустить. Это шаг номер один важный, потому что у них сейчас есть лазейки выступать там, там и там. Поэтому, когда они поймут все, что все, не будет того самбо, не будет такой там воли на борьбы чемпионатов МИД и Европы. Когда они поймут, потихонечку соберут чемоданы, воспользуются, значит, дырочкой в границе, перейдут в другую страну и все. Вот, ну вот, они будут спасать себя и свою лично спортивную карьеру. Они не будут никак останавливать войну. Вот в том-то и дело, что если ты закроешь всех и будет какая-то возможность декларации, да, уехать им и выступать за другую страну, ну, это надо найти и силы себе, чтобы взять чемодан и уехать, что тоже очень сложно. Поэтому шаг номер один забанить, шаг номер два дать шанс. Инициатор, организатор, создатель этой антивоенной декларации это Белорусский фонд спортивной солидарности, который, я так понимаю, тоже был создан в 20-м году, да, для того, чтобы помочь спортсменам, которые пострадали там от гонений и репрессии Лукашенко. Ты имеешь какое-то отношение к этому фонду? Мы его, как бы, лицо этого фонда, все спортсмены белорусские. Поэтому на сегодняшний день лицо этого фонда... То есть ты неофициальный представитель, ты активист, скажем так. Да, я активист, спортсмен, я вот как Степан Попов, я высказываюсь, у меня свой канал Степан Попов, там Телеграм, Инстаграм, я свои мысли даю, я там нигде не чистуюсь, потому что там, в этом фонде, штаб, которые юристы, СММ, раскрутка, которые ездят на встречи, там договариваются. Я, как спортсмен, отвечаю только за себя, но мне эта инициатива очень нравится, я помогаю. Смотри, у меня к тебе вопрос. Я почитал на страничке этого фонда, кого мы защищаем, там спортсмен такой-то, был задержан во время минских там протестов и так далее, его там помогли, не знаю, там собрали на адвокатов, помогли вытащить и так далее. Другого там лишили еще чего-то. Но самое интересное, я вообще потерял дар речи, значит, в рубрике, кого мы защищаем. Андрей Кравченко потерял работу в КГБ после подписания открытого письма. Задача фонда что? Вернуть Андрея Кравченко в КГБ? Ну, ну, офигеть теперь, как нам жалко, что Андрей Кравченко потерял работу в КГБ. Что это? Вот ты заходишь на такие тексты и думаешь, да блин, ну как можно доверять этим людям? Ну, серьезно, ну как можно такой трэш оставлять на одной из главных страниц сайта? Вот тебя уколола эта штука КГБ, Андрей Кравченко, мой друг. Я не про Андрея Кравченко, я про то, что защищаем человека, который потерял работу в КГБ. То есть цель какая? Восстановить Андрея в КГБ или что? Здесь дело не в КГБ. В КГБ ты знаешь, что все спортсмены числятся. Числится, никто там на работу, он этого КГБ даже не видел в глаза, что там можно сделать. Я не знаю, почему там написано, что именно потерял работу в КГБ, но с другой стороны, когда ты теряешь работу силовых структур, на тебя оказывается двойное или тройное давление. Цель была ему помочь, он пробовал готовиться на Олимпиаду, ему был сбор денег, по подготовке он ездил на сборы за счет фонда, потому что его уволили с КГБ, уволили со сборной, там с РЦОПа, который отвечал за все его финансирование. Я сейчас говорю о форме, то есть вот хорошая организация с благородными целями, значит, фонд спортивного средства в Белорусске. Ты заходишь на страничку сайта и буквально видишь, мы помогаем человеку, которого несправедливо уволили из гестапо. Что? Ну вот как? Ну ты не понимаешь, что это огромный репутационный ущерб фонду, вот такие вот тексты на сайте. Я им передам, или они сами сейчас увидят, просто тебе укололо глаза то, что там написано обволили из КГБ, текиста. Ну я думаю, что все спортсмены это понимают, что они где-то числятся. Я не был там в структуре. Ну вот смотри, под интервью с Иваном Васильчуком у меня в комментариях кто-то написал, что вот, блин, борцы за справедливость, а то, что... И они так все в проброс говорят, и в том числе Иван, и вот ты сейчас говоришь, что ну да, это же общая практика, мы все числимся где-то там в милиции, там в КГБ и так далее. А вы, спортсмены, считали это нормальным, что просто где-то числятся и получают за это бабки? То есть, ну это из серии, что я борюсь с коррупцией, при этом ежедневно раздаю взятки гаечникам на дороге. Так ну а как? Разве так можно? Ну мы же считали, что есть и хорошие милиционеры, которые работают по закону, ловят преступников. Вы будете работать так, как велит вам сердце, совесть и честь. И по правилу розы, значит. Я не знаю, если ты до сих пор силовик в России, это клеймо. Ну я тебе скажу, что в России, благодаря силовикам, которые стали на сторону народа, появилось очень много там каких-то доказательств, видеозаписи, там разговоров, каких-то других информаций, которые давали же они. Окей, ну будем считать, что значит есть тысячи хороших шпионов, правильных среди силовиков. Ты считаешь, что сейчас при Лукашенко в силовых органах Беларуси есть порядочные и достойные люди? Да, есть. И эти люди хорошие, они пиздят людей дубинками и плачут при этом? Ну знаешь, дубинками не так много людей пиздило на самом деле. Я же фигурально выражаюсь, он так или иначе все равно соучаствует в преступлениях в государстве. Ну а как? Как ты можешь в преступном государстве быть его охранником, его опричником и при этом быть честным порядочным человеком? Это невозможно, на мой взгляд. Одному милиционеру, который скрин письма сделал о том, что было официально разрешено использовать оружие, ему дали 18 лет сейчас. Понимаешь, выйти из системы нереально. Если выходит силовик из системы, его показатель на просто отборка там 15-18 лет срок. Если останутся, вот как ты говоришь, люди, которые пиздят дубинками, одни эти обезьян, которых, естественно, тоже набирают ВВСы, да, и набирают туда в ОМОН, который бьет, там, таких промытых. Власть-то надо на кого-то брать. Кто пойдет работать в нормальной, честной, демократической стране, там, в милицию и исполняет эти обязанности? Ну, вот смотри, я как раз исповедую принцип «чем хуже, тем лучше». Чем меньше там будет правильных людей во властных структурах, тем раньше она рухнет. Вот я в этом глубоко убежден. Когда хорошие люди там работают, они продолжают легитимизировать эти структуры, и все только затягивается, мучения затягиваются. Ну, изнутри тоже можно бороться, когда придет время. Вернемся к антивоенной декларации. Почему она, на мой взгляд, плохо продвигается в медийном пространстве, несмотря на то, что один из людей, которые продвигают, это Дмитрий Навошин, основатель Sports.ru, очень крутой медиа-менеджер. Я его очень уважаю. И, кстати, еще один пинок в адрес сайта, тебе как активисту, там в Sports.ru написан, блин, без буквы «Р». Дмитрий Навошин, основатель Sports.ru. Ну, вот камон, вот в мелочах это несерьезно. Так вот, почему это выглядит маргинально и в том смысле малоизвестная инициатива? Я у себя в Телеграме провел опрос, только 2% людей знали об этой инициативе. Почему она никому неизвестна? И, грубо говоря, и о фонде «Белорусской солидарной», о фонде спортсменов белорусских. Я, по большому счету, читал только на трибуне, на, грубо говоря, белорусском подразделении блоговом Sports.ru, тоже благодаря Навоши. Степана Попова, по большому счету, можно увидеть только на трибуне. Ну, сейчас еще где-то там на Ютубе. Все. Почему вот вы находитесь в таком медийном коконе? Это потому, что вы не умеете рассказывать о себе или потому, что вас зажимают в какие-то фронтационные тиски? Я там не нахожусь в фонде. Тоже у меня такие же вопросы периодически возникают, которые туда направляют. Почему мы там лайкаем эти посты друг к другу? 50 лайков и сами себя налайкали. Как бы ресурсы там ограничены, денег никто не платит, трендов никаких нет. Все, допустим, по моей информации раньше держалось на повестке то, что было в Белоруссии. Сами спортсмены продавали медали, какие-то тоже деньги шли, потому что, ну, я спортсмен, я сам за себя отвечаю, да, а там сидит работник, который отвечает за то же СММ, за раскрутку и тот же юрист, которому нужно жить, снимать квартиру и существовать дальше. Пока там тяжело где-то с финансированием, как-то все это тяжело идет, потому что повестка войны в Украине там все забрала. Поэтому и надо двигаться в сторону Украины и заинтересовать Украину и вместе, как бы, эту декларацию запустить. Потому что, когда Георгий Зантарая, дзюдоист, он друг там Димы Шершней, вот он к нему обратился и декларацию сделал фонд с ним видео на фоне разрушенного зала дзюдо. Ему эта декларация зашла и благодаря ему, вот за последний месяц, 70% подписей украинских призеров было добавлено. Поэтому, когда она будет туда поближе, как ты говоришь, подпишет Саша Усик или кто-то еще из известных, она будет набирать. Создается впечатление, что из-за такой небольшой нераскрученности ты думаешь, ну это какая-то очередная мелкая инициатива, непонятно кого. И если это, грубо говоря, исходило бы, не знаю, от МОКа или от каких-то мировых звезд спорта, мировых организаций, это было бы другой результат. А когда, ну, несколько белорусов, которые, извините, не могут сделать нормально сайт, призывают нас что-то подписать. Ну что это? Ну это очередная какая-то хрень. То есть я допускаю, что такое отношение может быть у многих спортсменов. Я с тобой полностью согласен. Поэтому, вот, был вообще вариант, что она там два месяца назад она умрет. Инициатива эта. Но новый виток какой-то пошел, и сейчас она стала более интересной. Уже какие-то встречи там, вроде бы, с министром спорта Украины, который это все поддерживает. Министерство спорта Польши, которое тоже поддерживает эту всю инициативу. Меня, конечно, больше всего расстраивают, что там только четыре человека из России. Но при этом я знаю там бывших, закончивших в смысле карьеру российских спортсменов, звездных, которые достаточно однозначно высказались против войны и против путинской агрессии. Например, это теннисист Евгений Кафельников и футболист, единственный футболист российский Игорь Денисов. Для меня это катастрофа. Не знаю, может меня за эти слова посадят или убьют, я не знаю. Если ты там против, надо говорить, я против. А я против. Где они? Им кто-то предлагал подписать этот документ, они знают о его существовании, потому что Кафельников это звезда мировой величины, Игорь Денисов российского масштаба, но тем не менее. Кафельникову звонили, он сказал что-то наподобие того, что у меня много друзей и с одной стороны, и со второй, я пока воздержусь. Еще там были слова некоторых, что пускай там как бы наберет оборотов немножко, а пока я не хочу за счет своего имени тут делать пиар. Поэтому, как я и говорю, что нужны и международные крутые фамилии. Я вижу на самом деле вот единственную прикладную цель этой декларации, кстати, по-моему, на ВОЖ, они писал сам в Твиттере, что это возможность для российских спортсменов обелить себя, сказать, смотрите, я хочу выступать в международных соревнованиях, им говорят, чувак, россияне забайны, а вот, а я подписал, а я как бы против, ладно, проходи. То есть только в этом смысле, то есть грубо говоря, цель декларации это помочь кому-то лично из спортсменов, которые готовы отказаться от этого гребанного государства-агрессора ради спасения своей там карьеры и уехать там в другую страну. Но с точки зрения того, что эта декларация может как-то остановить войну, ну, мне кажется, это абсолютно инфантильные мечтания какие-то. Знаешь, если ничего не делать, то войну вообще никто ничего не остановит. Скидываться на Хаймарсе, вот что нужно делать. И это параллельно тоже, айфон собирает деньги тоже в помощь Украины. Покупали и бронежилеты, и автомобиль покупали там. Что может, то и делаем. Как бы параллельно внимание общественности к спорту тоже очень важно. Господа, я оставлю ссылку на декларацию в описании этого видео, на ссылки на все соцсети Степана Попова. Пожалуйста, если вам это интересно, если вы спортсмен, ознакомьтесь как минимум, если вы подпишете, вы вообще будете героем. И все остальные, кто не спортсмены, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением в комментариях, что вы думаете об этой инициативе, может ли она достигнуть своих целей, которые декларируют, или нет. С кем вы больше согласны, там, со мной, скептиком, или со Степаном, идеалистом, на мой взгляд, как я его назвал. Я все-таки призываю всех спортсменов не забывать, что вы личности, что вы для многих являетесь сверхлюдьми, на вас все равняются, не как на трусливых сторонников, которые поддерживают войну и убийство, а как на супергероев, которые могут остановить войну и бороться с несправедливостью. Живи в Беларуси, слава Украине. Согласен со всеми этими лозунгами. Я считаю, что сверхлюди это те, кто находит себе силы высказаться против режима, против Путина, против войны, за Украину, и это не зависит от того, какое у тебя спортивное звание. К сожалению, российские спортсмены давно перестали быть сверхлюдьми. Степан верит, что это все поправимо. Я, конечно же, не верю. Что считаете вы? Напишите в комментариях. Все, нет войне. Надеюсь, она скоро закончится, конечно же, разгромом Путина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Советую вам посмотреть и другие ролики боевых ботаников. В описании вы найдете список главных плейлистов и прочие полезные ссылки. А чтобы поддержать канал, оформите подписку на Патреон или на Бусти.